Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня выпуски вы увидите. Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась в Бутовской школе номер один. Надо с регионом вместе определиться, каким образом мы сейчас дальше здесь будем действовать. Креативная мастерская. В муниципалитете прошла встреча предпринимателей. Основная цель – это сплотить и объединить предпринимателей. В Центральной библиотеке стартовали отборочные этапы фестиваля конкурса «Зубовские чтения». Я в прошлом году участвовала в нем, мне очень понравилось. Очередная встреча руководства Ленинского городского округа в формате выездной администрации состоялась в Бутовской средней школе номер один. Местные жители имели возможность напрямую задать свои вопросы, в том числе и главе муниципалитета Станиславу Катарову. Максим Козлов расскажет подробнее. Ежедневно жители разных уголков Ленинского городского округа имеют возможность напрямую обратиться к представителям руководства муниципалитета со своими вопросами. В этот раз выездная администрация расположилась в Бутовской школе номер один. Работа ЖКХ или сфера образования, благоустройство или безопасность на все здесь можно получить исчерпывающие ответы. Там пешеходные зоны, у нас пешеходные проведения, шли, шла семья, и там случился конфликт. Это пошло в милицию. Второе, там выбросили щенят. Кто-то приехал, выбросил щенят, это тоже уголовка, потому что там прощение с животным. И все это случилось там, где нет камеры. То, что мы говорим на школьные 10, и мы называли еще одно место, которое не принимало участие в голосовании, мы с вами договорились, что в этом году они будут поставлены. Многодетная мама Татьяна Федосова из-за пожара потеряла жилье. Сейчас с четырьмя детьми ютится у родственников. Сюда она пришла вместе с другом семьи Денисом Марцинкевичем. Суть просьбы – посодействовать в получении муниципального жилья. Вместо долгих переписок, 10-минутный разговор и дело пошло. Собственно, в том числе и ради таких случаев проводится выездная администрация. Со стороны администрации будут проведены анализы. С данных документов, анализ общей ситуации. Ну и надеемся, что в ближайшее время будет положительный ответ. Люди могут прийти, задать вопросы, получить ответы на них. То есть, прекрасная идея была. Главная часть выездной администрации – общение с главой Ленинского городского округа Станиславом Катаровым. Как и в других поселениях, в Бутово парке немало проблемных мест. Одно из них – пешеходный переход над Расторгуевским шоссе. На этой стороне лифт не работает постоянно. То есть, как с маленькими детьми, с колясками, как быть? Андрей Леонидович, тогда вам поручение по данному пешеходному переходу косметику обязательно, внутренних и внешних пространств, ремонт кровли и лифтовое оборудование. И надо обслуживать и убирать его. Поэтому жители нас просят. В зале присутствуют заместители главы и руководители служб, которые курируют те или иные направления жизнедеятельности муниципалитета. А потому все без исключения обращения граждан не откладываются в долгий ящик, а находят решение прямо в этом зале. Две остановки друг напротив друга, пешеходного перехода нет. Дети перебегают дорогу напрямки к школе. Понимаете? К кому обращаться? Ну, как к кому? К нам. Вот, пожалуйста, этот вопрос, он очень важный. Андрей Леонидович, тогда на контроль посмотрите, за кем, опять же, закреплена эта часть. И если это региональная часть, а я так думаю, что это региональная часть, нам надо с регионом вместе определиться, каким образом мы сейчас дальше здесь будем действовать, чтобы до лета красоту здесь навести. Развитие дорожной сети и работа общественного транспорта, ремонт детских площадок и жилого фонда. Вопросов у жителей накопилось немало, и многие из них требуют времени и финансирования. Но, как отмечают участники встречи, благодаря конструктивному подходу зал покидаешь с уверенностью, что озвученные темы не останутся без внимания. Это комфортно. Глава уверен за такой короткий срок, как решил вникнуть во все вопросы, уверенно отвечает и надеемся, что в дальнейшем взаимодействие с жителями будет продолжаться на той же волне, и все вопросы будут решаться. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На территории Московской области проводится месячник профилактики туберкулеза. В этом году все мероприятия проводятся под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез». Флюорографические осмотры в Подмосковье регулярно проходят около 70% взрослого населения. Среди детей эта цифра равна 95%. Показатель заболеваемости в Ленинском городском округе составил 7 случаев на 100 тысяч населения. В 2024 году все мероприятия будут приурочены к 120-летию со дня основания Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и будут проходить до 24 апреля. В муниципалитете состоялась встреча предпринимателей «Креативная мастерская». Особенно полезным мероприятие оказалось для тех, кто только начал развивать малый бизнес. О том, чему обучили гостей эксперты бизнес-индустрии, узнала Инга Янчук. На форум пришли дизайнеры, художники, писатели и другие представители творческих профессий. Виктория Масленникова уже пять лет занимается изготовлением и продажей пряников. На мероприятие она пришла с целью обмена опытом. У нас рождаются коллаборации между собой. Кто-то рисует, я, например, говорю, отлично, творческая мастерская, я могу вам приготовить болванку пряничную. А вы, ваш педагог, может на этой болванке сделать красивую работу. Один из самых актуальных вопросов начинающих предпринимателей – как сделать проект востребованным и начать на нем зарабатывать. Об этом рассказала эксперт в области бизнеса Ирина Патрикеева. У нас будет поддержка от представителей Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в части информации о субсидиях, возможностях, поддержке государственной. Сейчас у каждого есть возможность не только заниматься любимым делом, но и получать от него доход. На форуме встретились обычные люди, когда-то начавшие варить мыло, печь хлеб или писать картины, а позже сделавшие это своим бизнесом. Совместно создав направление под названием «Креативная индустрия». Креативная индустрия сейчас очень сильно востребована. Это все, да, это и танцы, и песни, и керамика, и художество, и все, все, вот что включает креатив, сейчас очень сильно востребовано. Встреча в «Видном» стала третьей в Подмосковье и помогла представителям малого бизнеса в развитии их проектов, а также стала возможностью для знакомства с коллегами из творческих сфер. Основная цель – это сплотить и объединить предпринимателей, создать сообщество, здоровое сообщество предпринимателей. Малый бизнес активно развивается в Ленинском округе. Сейчас в нем задействовано более 4 тысяч предпринимателей, и с каждым годом он пополняется новыми инициативными жителями. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Представительницы местного отделения Союза женщин России провели встречу с врачом-кардиологом Мурадом Таибовым. Гости встречи узнали, как влияет окружение, образ жизни и лекарственные препараты на сердечно-сосудистую систему. Подробнее в сюжете Олеси Мордвиновой. Такие мероприятия для Видновской больницы – дело привычное. В рамках проекта «Линии здоровья» подобные встречи проводятся на регулярной основе уже более двух лет. Ранее кардиолог Мурад Таибов уже проводил лекцию о причинах и симптомах гипертонии. А сегодня он нам расскажет, как избежать хронических заболеваний сердца. Тоже очень актуальная тема, потому что в мире это второй недуг по числу смертей. Подобные мероприятия посещают от 10 до 15 человек, что повышает эффективность лекций. Каждый может пообщаться с доктором и задать свои вопросы. Роза Золина, активная участница Союза женщин России, считает, что даже в свои 85 лет нужно пополнять знания о здоровье. То, что мы еще не знаем, нам врач объяснит. У нас же много сердечных болезней, которые мы лечим таблетками, а иногда и таблетки нам не нужны. Просто лечить чем-то другим. Каждый год 20 миллионов человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска люди с высоким давлением, повышенным уровнем сахара, холестерина и избыточной массой тела. Важно объяснить пациенту, что основное участие здесь должен принимать он сам. То есть врач является не кем-то указателем, а основную роль, основную функцию, основное дело выполняет сам человек. В рамках проекта «Линия здоровья» поднимается все больше тем вопросов, касающихся сохранения здоровья и улучшения качества жизни. В ближайшее время женщины планируют беседы с эндокринологом и ортопедом. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке стартовали отборочные этапы фестиваля конкурса «Зубовские чтения». Наша съемочная группа побывала на прослушивании возрастной группы участников от 7 до 11 лет. Более подробно в нашем сюжете. Более 60 юных чтецов собрались в Центральной библиотеке, чтобы пройти отборочный тур и стать финалистами конкурса «Зубовские чтения». Я надеюсь, что в наших обновленных интерьерах ваше творчество, вернее, творчество совместное тех поэтов, которые написали стихи, и ваш артистический талант, уважаемые участники конкурса, сегодня объединятся и будут звучать гораздо лучше, ярче и интереснее. Дети возрастной категории от 7 до 11 лет соревновались в выразительном и артистическом исполнении не только стихотворения Евгения Зубова, но и других поэтов Подмосковья. «Мама мне искала стихи, я выбирала. Но учить его было не так сложно». «Нужно рассказывать с эмоциями, то есть не просто прочитать какую-то скороговорку, а еще нужно показывать жестами, как будто ты находишься в том месте, где сейчас автор описывает». Конкурсантов поддерживали их самые преданные поклонники – родители. Но некоторые ребята были со своими творческими наставниками. Софья Щукина, участница младшего состава народного театрального коллектива «Твит», пришла на прослушивание вместе со своим художественным руководителем Ксенией Князевой. «Я в прошлом году участвовала в нем, мне очень понравилось. Я решила попробовать еще раз и занять первое место». «Она, конечно, подросла, она стала более раскрепощенная, она научилась работать со зрителями, научилась, я надеюсь, она сегодня продемонстрирует это, работать с судьями и, соответственно, рассказать именно историю, которую она выучила». Отборочные туры продолжатся в течение недели. Далее победители в четырех возрастных категориях прочтут те же произведения, но уже в финале конкурса, который пройдет в середине апреля. Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова